Более миллиона ста тысяч жителей Краснодарского края – это молодежь. И государственная молодежная политика традиционно признавалась руководством региона одним из приоритетных направлений в работе. За последние 20-летия была сформирована инфраструктура, нормативная база, накоплен опыт реализации молодежных программ и проектов. И все это должно стать основой для следующего этапа развития государственной молодежной политики. Подробности в материале Андрея Вишневского. В городском доме культуры прошло знаковое для всей молодежи Славянского района мероприятие «Форсайт-сессия» с участием главы муниципалитета Романа Синеговского, на которой славянская молодежь обсудила с представителями власти стратегию развития реализации государственной молодежной политики в Славянском районе в 2021-2023 годах. Мероприятие не случайно получило название «Форсайт-сессии». Ее результатом стала разработанная карта будущего, позволяющая увидеть различные способы и пути достижения намеченных целей. «Форсайт» – это инновационный инструмент моделирования будущего, того будущего, которое, конечно же, за молодежью. В работе сессии участвовали почетные гости. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин, председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Были приглашены молодежные лидеры района, молодые депутаты, представители бизнеса и некоммерческих организаций, главы поселений, специалисты по работе с молодежью и волонтеры. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Славянского района. Меняются технологии, меняется время, меняются подходы, и, соответственно, меняется и подход к молодежной политике. Стратегия развития нашей молодежной политики, слово «стратегия» говорит о чем-то большом, о том, что мы должны правильно наметить, наверное, вектор развития. Мне приятно сегодня общаться, слушать. Сегодня у нас присутствует молодой спикер Сергей Евгеньевич. Я думаю, он нам много расскажет, много покажет, потому что общается в целом с молодежью всего нашего Краснодарского края. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин отметил, что есть 21 направление в молодежной политике, которое нужно поддерживать. Он сказал о поддержке молодых предпринимателей, молодежных активистов, волонтеров. Главная задача в крае – это именно вырабатывать механизмы по поддержке молодежи. И мы сегодня перед краем ставим задачу муниципалитетами. Главное сегодня – акции, они как были, различные событийные мероприятия все. Но нужно сегодня встречаться с молодежью, потому что очень делается много, как и в районах, в регионе, в стране. Но зачастую просто молодежь об этом даже не в курсе, не знает. И перед нами ставится задача, что нужно максимально выстраивать общение, организовать такие встречи, рассказывать программы, которые сегодня существуют для молодежи. Это, как есть в рамках сельского хозяйства, это комплексное развитие сельских территорий. Как только что я озвучил, различные поддержки молодых предпринимателей, молодых семей, различные ипотечные кредитования, которые мы знаем сегодня. Заместитель главы Крымского района по социальным вопросам Павел Прудников рассказал о том, как молодежная политика помогла ему в реализации намеченных жизненных целей. Это наглядный пример и та практика, которую реализовала наша молодежь в борьбе с пандемией. Это работа корпуса «Мы вместе», штаба «Мы вместе», волонтерских отрядов, волонтерских клубов, которые в муниципальных образованиях работают, которые реализовывали себя, помогая в доставке продуктов, медикаментов и так далее, и так далее. Конечно же, в этом большую роль сыграло в том числе и управление по делам молодежи, отделы по делам молодежи, молодежные центры, волонтерские центры, те, кто реализует молодежную политику на территории, сейчас говоря о нашем субъекте. Поэтому, конечно же, сегодня доверие к молодежи, оно бесспорно есть. В ходе мероприятия речь шла о приоритетных направлениях Министерства образования в развитии отрасли молодежной политики и актуальных проектах, реализуемых на региональном уровне. Особый акцент был сделан на обучении специалистов по работе с молодежью, повышению их профессионализма и улучшении рабочих условий. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников был модератором форсайт-сессии. Он предоставил слово представителям частного бизнеса, некоммерческих организаций, депутатского корпуса. Они выступили с предложениями, как активизировать работу с молодежью в ходе интересных мероприятий. Затем подошло время подведения итогов. Это будет очень большая такая, плодотворная, совместная наша работа, наших краевых руководителей, нас в районе, нас на местах. Вот там сейчас молодцы, что сделали специалистов по делам молодежи в поселениях. Это самое главное, потому что, правильно, аграрный район. Чем там молодежи заниматься? Сегодня всего настроено, все есть. А вот вдохнуть вот ту идеологию, составляющую, наверное, это наша основная задача. Роман Синеговский призвал молодежь брать пример самых лучших, тех, кто добился в жизни успеха и никогда не останавливаться на достигнутом, двигаясь к намеченным целям. И молодые ребята, которые хотят строить свою жизнь успешную, они должны не забывать изучать биографии успешных людей, выбрать предприятие, может быть, где ему нравится, либо руководитель, либо направление того или иного предприятия. И просто, образно работая, трудом и потом, как мы говорим, изучая, может быть, даже биографию своего руководителя, как он стал успешным на том же предприятии, тоже стараться где-то, может быть, даже подражать. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин отметил важность прошедшего разговора. За нашей молодежью будущее, а значит, стратегии развития молодежной политики нужно уделять постоянное внимание. Нужно максимально больше сегодня встречаться с населением, с молодежью, рассказывать о тех мерах господдержки, о программах, о векторах развития, для того, чтобы знали, что вообще происходит, потому что мы за своими бытовыми делами зачастую даже не видим, как изменяется район, край и вся страна. В Славянском районе много творческой, талантливой молодежи, которая готова брать на себя ответственность, принимать решения и менять жизнь региона к лучшему. В ходе заседания были вручены свидетельства лауреатам специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края. В их числе был студент Петр Иванко. Интересно это мероприятие. Мне больше всего понравилось высказывание о том, чтобы перспективное развитие молодежи, финансирование, увеличилась стипендия, поддержка. Будет новый форум на берегу моря, то есть смогут почти больше людей его. Будет развитие региона 93 и грантовая поддержка. Я сам, как студент, активно участвую в программах. В фойе городского дома культуры была развернута выставка достижений славянской молодежи и учебных заведений района, где они учатся. Славянск на Кубани – город студентов. Здесь каждый может реализовать себя, будь то спорт, творчество или наука. Совет студенческого самоуправления, в который входит студенческий клуб филиала и спортивный клуб «Буревестник», организует очень много мероприятий, значимых как для славянского района, так и для Краснодарского края. Такие мероприятия, как миссия «Мистер филиала», студенческая интеллектуальная игра «Студентиум» славянского района, участвуют в мероприятиях Молодежного общественного совета при территориальной избирательной комиссии «Славянская». И, конечно же, наше самое главное завершающее мероприятие – это за честь вуза, на котором подводятся итоги учебного года и выбирается студент года. Более 70 студентов нашего филиала получают именные стипендии различного уровня от молодежной стипендии Краснодарского края до стипендий правительства Российской Федерации. Также три студентки нашего филиала в прошлом году стали мастерами спорта России. Одной из самых больших и интересных экспозиций подготовил поисковый отряд «Кубанский рубеж». Поисковики представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, рассказали о своей деятельности, о важности сохранения исторической памяти. Работа продолжается, конечно, и еще долго будет продолжаться, потому что еще много осталось бойцов незахороненных, соответственно, незахороненных, а рядом с ними в многих местах и остались какие-то личные вещи или артефакты войны, вооружения и всего остального. Конечно, оно уже все полуслевшее, как видите, оно непригодное к какой-нибудь эксплуатации или применению, но к демонстрации оно пригодное. И вот это как раз есть все разнообразие, чтобы показать, насколько вот все это было серьезно. Жива память того, что как раз она в особенности сейчас, когда вот в преддверии 9 мая это все так пропагандируется, поэтому и в школах, и в учебных заведениях остальных, и среди молодежи. Поэтому, ну, спрашивают, интересуются они этого. А это прекрасно и отрадно. Люди должны знать свою историю. Форсайт-сессия длилась порядка двух часов. За это время обсудили массу важных и нужных вопросов. Подытоживая все услышанное, можно сказать, что реализация молодежной политики будет основываться на кадровой преемственности, вовлечении в социально активную деятельность трудящейся молодежи, развитии и поддержке молодежных и некоммерческих организаций, а также активном участии муниципалитета в грантовых конкурсах. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».